Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброе здоровьица! Утро, летнее утро, хочется приготовить нормальный летний завтрак, чтобы здесь было побольше витамин, побольше биологически активных веществ, и чтобы это доставило нам радость. И было вкусно, естественно. Я буду использовать помидорчики. Помидорчики помоем. Быстренько. Сюда мойте овощи, потому что можно разную инфекцию подцепить. Огурчики, свежие огурчики. Дело очень хорошее. Также их надо ополоснуть. Ополаскиваем. Вот, быстренько ополоснули все. Зелень. Здесь у нас вкусно пахнет. Базилик. Великолепно. Кстати, за счет своего запаха он способствует тому, что открывает различные закупорки, которые имеются. Вообще, все душистые вещества, которые имеются в растениях, они способствуют тому, что открывают различные закупорки. А закупорок у нас этих может быть огромное количество. А именно, где? Желчный пузырь может не так работать, как положено. Поэтому, помыли, обмыли, приготовили. Еще добавили огурчиков. Так. Зелень. Укроп. Летом часто расстраиваются. У нас кишечник. Поэтому укропик необходим. Ну и салат. Салат нам будет поставщиком каротина. Будет поставщиком железа. Причем не простого, а биологически активного. Так. Сполоснули. Отжали. Это у нас все лишнее. Можно. Будет выбросить чашечка, куда мы будем салатик складывать. Лишний раз ополоснули. Естественно, нам понадобится чесночок. Почему? Чесночок придает вкус, особый вкус любому блюду. И самое важное, что он еще разжигает аппетит. Итак, это все мы с вами теперь нарезаем. Так, твердое можно выбросить. Она нам не понадобится. Сюда выбрасываем. Аккуратненько, не спеша нарезаем. Есть-то будем мы с вами. Поэтому готовим все как естественно с любовью. Так. Заделали. Теперь все это складываем в нашу салатницу. Теперь базилик. Все ненужное твердое обрезаем, выбрасываем. А все нужное измельчаем. Вот. Добавляем в наш салатик. Теперь у нас идет укроп. Выбросили все, что не надо. Так. Порезали. Укропик. Значит, с зеленью у нас все в порядке. Теперь начинаем непосредственно огурчики. Огурчики. Прекрасное мочегонное средство. Если летом у вас возникают отеки, нет ничего лучше, чем использовать огурцы. Причем огурцы должны быть свежие. Если они будут соленые, наоборот, от них будут отеки. огурчик один. Так, все лишнее обрезаем. Вот как раз у нас плохое. Это нам не надо. Хороший какой запах свежего огурца. Разрезаем. Вот так. Нарезали. Ну и еще парочку огурчиков. Они нам не помешают. Все лишнее обрезаем. Так. Па. Опа. Ножичек берите поострее, чтобы он у вас прекрасно резал. Тогда никаких усилий не надо тратить. режется все хорошо, приятно. Вот. Можно было, конечно, очистить огурец от кожуры, но в кожуре содержится масса полезных веществ, поэтому этого делать не надо. Ну, кроме что, маленьким детям можно очищать огурчики от кожуры и старикам, у которых уже слабое пищеварение. Итак, огурчики теперь у нас идут. Это все вот так вот складываем. и у нас остаются помидоры. хороший салат, когда имеются огурчики, помидорчики, зелень. нарезаем помидорчики по-разному, кто как любит. Можно порезать покрупнее, можно порезать помельче. И как только настает у вас помидорный сезон, помидоры пошли хорошие, не захимиченные, старайтесь как можно больше есть помидор. помидоры. онкологии. Кстати, онкология, знаете, что не любит? Она не любит красный цвет. А тут, как видите, ого, какое количество. порезали. Нарезаем все. Так, вот это вот можно обрезать и удалять. Оно нам вообще не надо. Хотя можно и это съесть. Вот так вот мы с вами сделали салатик уже практически у нас закончился. Остается сюда добавить лучка, чесночка и масло. Так уже слюнки берут, чувствуется, что запальные желудочно-кишечные соки выделяются. Приготовление салата начало свою благородную работу. Поэтому очень важно готовить своими руками. берем вилку, берем ложку. Смотрите, у меня два вида лука. Есть лук более такой жгучий, а есть лук менее жгучий. Сейчас мы посмотрим, какой лук что представляет и такого мы с вами и возьмем. Очищаем лучок. Кстати, долго лук хранить не следует. Хранить его надо правильно, потому он начинает портиться. Вот. Очищаем там, где лук испортился. берем лучок белый, берем лучок цветной и нарезаем кольцами. так, нарезали, измельчили дополнительно и пробуем. Дает свой привкус хороший. сразу же выделяется слюна и добавим вот такого лука. Видите, он какой. Очищаем его. вот от силы лишнего. Очистили. Нарезаем. Измельчаем. выкладываем в салатицу. Так. И добавим сюда еще зубочек чесночка. Один зубочек больше не надо. Так. Очищаем его. Очистили зубочек чесночка. Видите? Теперь мы вот так придавили. Еще разок. Измельчили. Аккуратненько положили в салатницу. Все. Наш салат готов. Остается добавить сюда масло. Поэтому дощечку убираем. Маслице достаем. вот у нас имеется масло. Масло можно брать любое подсолнечное оливковое какому вы привыкли. И все это дело полить маслом. теперь берем вилку ложку все это тщательно перемешиваем. Некоторые еще любят добавить соли. Конечно можно добавить соли почему бы и нет. Раз вы любите лучше всего добавлять морской соли либо подсаливать морской капустой сушеной. Сушеную капусту морскую вы берете на кофемолочке перемалываете и солите. Итак попробуем что у нас получается. довольно таки вкусно хорошо но не хватает действительно немножечко соли. поэтому чтобы добавить сюда еще микроэлементов мы с вами берем кофемолочку сюда добавляем ламинарию сухую вот ламинарию это сухая морская капуста все это перемалываем вот так вот перемололи о какая и подсаливаем морской капустой теперь еще разок все перемешиваем и еще разок подсаливаем вот соль есть микроэлементы и лесть у нас с вами получилось полезное для здоровья блюдо которое содержит микроэлементы витамины органическую воду биологически активные вещества все то что необходимо летом для работы нашего организма и такой салатик будет нас и питать он легкий прекрасные вкусовые качества и естественно на нем мы будем с вами стройнеть и так еще разок пробуем прекрасный вкус лично для меня потому что у каждого человека свои вкусы так что пользуйтесь этим салатиком на доброе здоровье особенно его хорошо есть вечером чтобы не наедаться и не поправляться такой салатик можно съедать с картошкой либо с мясцом вот у вас будет правильно раздельное питание вы будете чувствовать насыщение и радоваться этому салату его целебным свойствам и приятному вкусу и великолепному аромату с вами была целебная кулинария до новых встреч все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной а то и вредной для здоровья кулинарии только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни пишите нам присылайте свои рецепты рассказывайте о том как они вам помогли исцелиться и помните заповедь древних врачевателей пусть лекарством будет пища а пища лекарством с вами была целебная кулинария до новых встреч со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет газету Малаха Про ее главная цель помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни здесь теория и практика самоздоровления обсуждение и разбор народных методов лечения ответы на вопросы и многое многое важное полезное и нужное в заключении замечу сейчас куча врачей больниц лекарств а люди стали болеть еще больше если не сказать повально и все из-за того что ничего не хотят знать о собственном здоровье как его сохранять с помощью простых общедоступных методов а в интернет газеты малаховпро об этом рассказываю простым и понятным языком доброго вам здоровья я работаю на двух сайтах генеша точка ру и малаховпро последний сайт малаховпро полностью мой здесь имеется библиотека моих книг выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения поведению здорового образа жизни здесь вы можете подписаться на мою интернет газету малаховпро которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года здесь же находится и видео моих лекций передачи целебной кулинарии все это для вас заходите смотрите пользуйтесь